здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа золотые перья я владимир банщиков сегодня гости в нашей студии ну как гости я вам сказал так постоянный представитель старейшего нашего еженедельника молодежь бурятии при программе золотые перья ольга анусова нормально тебе постоянно постоянный представитель еще вот что хочу добавить молодежь бурятии да на этой газете выросли целое поколение советских людей которым я себя с чувством честно гордости отношу вот давай с этого и начнем пожалуйста действительно молодежь бурятии самая старейшая газета наверно точно существующих самое и она претерпевала много изменений как и всю жизнь начнем с того что было на этой неделе у нас интересно конечно конечно чем вы порадуете нашего читателя самая обсуждаемая тема конечно это перспективы которые открываются перед бурятии с избранием нового главы мы решили посмотреть экономическое наследство которое достанется нет мы не мы не выбираем новую главу и не строим догадки мы не о личности сейчас говорим о том что достанется новому главе кто бы это ни был какое экономическое наследство достанется в бурятии и конечно пришли мы к печальному выводу ну это понятно как то вот в цифрах ну если говорить в цифрах да то допустим по экологическим да самая такая сейчас тема обсуждаем тоже экология что в бурятии как региону который входит в число самых охраняемых природных территорий да надо бы за этим делом следить за экологии пристальней да то есть развиваться в этом направлении ну допустим если даже десятку лет назад мы были на шестом месте допустим да по экологии как самый лучший регион по стране у нас да самый такой следящий за состоянием экологии то сейчас мы находимся чуть ли не на последнем месте вообще 69 место то есть но это вообще конечно полная утопия из восьмидесяти из восьмидесяти пяти шести регионов да и конечно это будет очень тяжело поставить на место а еще какие вот экономические проблемы которые вы бы поставили на второе место после кого да у нас еще проблема в том что мы дотационный регион и конечно бюджет у нас страдает это разве проблема ничего делать не надо сиди тебе деньги из москвы дело в том что у нас за эти годы сложилась такая практика что у нас пишутся в отчетах одни цифры на самом деле другие цифры да то есть это уже такая практика повсеместная и из-за этой практики мы оказались такой ситуации что у нас по сути дела в бурятии не оказалось непромышленности развивающейся да но по документам у нас есть все а по каждый третий занимается спортом давай такой совсем уж печальный может быть что-то у вас есть повеселее в этом номере не такое печальное но не такое печальное мы в этом печального ничего нет это просто правда это даже объективная просто оценка если посмотреть по цифрам да по данным официальным причем но в этом номере мы решили рассмотреть такую проблему всех родителей наверное в ряде особенно улан-удэ это развитие такой сферы услуг как детские центры развития ребенка вот давай потому что ты как молодая мама должна быть вообще в теме ну конечно я в теме то есть я пользуюсь регулярно услугами таких центров их полным полно их очень много все они платные и надо сказать что дорогостоящие вот у нас когда мы готовили материал да выяснилось что у нас есть центры которые предоставляют услуги допустим логопеда психолога рисование плавание причем эти услуги стоят от 200 рублей до тысячи даже больше за одно разовое занятие 30-минутное то есть да такой разбег значит есть спрос раз есть такие предложения спрос действительно есть потому что допустим если взять логопеда то у нас нет альтернативы у родителей сейчас вот с чем связано развитие именно этих центров да и допустим вот этой услуги по логопеду ну конкретно если то у нас в школах сейчас нету такой ставки логопеда да допустим и очень редко где вообще есть логопеды а детей количество детей с каждым годом которые нуждаются в этой услуге да в этом постановке звуков правильной речи их увеличивается количество и поэтому конечно какой вывод вы делаете в этой статье стоит обращаться вот молодым родителям к услугам вот этих многочисленных центров образовательных или все-таки пойти к каким-то идти к каким-то другим путем вывод такой неоднозначный дело в том что эти эти центры относятся все-таки к услугам от малого бизнеса они у нас мало курируются министерством образования только если допустим что случилось по качеству до образования обратились сами родители то есть а такого вот нету чтобы прямо пристально как школу допустим прям очень пристальное внимание к ним было вот и опять же роспотребнадзор да государство как бы отстранилась в лице нашего министерства образования да вот от этой проблематики вы это хотите сказать да в какой-то степени она действительно отстранилась действительно и об этом на эту проблему это не только в нашем регионе это по всей стране на эту проблему обратила внимание наша министра образования россии ясно и решила вернуть ставки логопеда и психолога пока только их в школу или в детские сады школа школа а не поздно в вот психолог понятно логопед я думаю что должны ставки при детских садах я не знаю там да но на самом деле конечно при детских садах но дело в том что все-таки никогда не поздно научиться правильно говорить конечно дети в этом нуждаются оля у нас очень мало времени к сожалению остается осталось уже практически не осталось еще один материал который мы обязаны просто это дань глубочайшего уважения старейшему нашему ну не в смысле старейшему по возрасту в смысле по стажу журналисту публицисту драматургу писателю геннадий тарасович башкуева и его очередная замечательная заметка вот постоянно наша рубрика вид на жительство с геннадием башкуевым в этой рубрике он рассматривает очень интересный вопрос о том почему центр аэрокосмической промышленности да создается в чите в забайкальском крае они в бурятии не в иркутске не в улан-удэ а именно в чите дело в том что у нас он как бы показывает да размышления свои о том что буряты в принципе могли бы создать это у себя да в регионе у есть для этого потенциал есть для этого и кадры допустим авиазавод да все для этого есть и территория большая ну все есть но почему-то мы от желания нет но почему-то мы не выбили его до для себя опять опоздали почему-то да и вот он в ироничной форме показывает что все таки можно было бы и лучше с космосом общаться лучше с территории республики бурятия не забайкальского края абсолютно согласно с геннадий тарасовичом спасибо большое за участие в программе ждем новых отличных статей которыми вы балуете каждый свой выпуск привет редакции спасибо уважаемые телезрители этого рога программа золотые перья владимир банщиков прощаюсь с вами всем самого доброго увидимся через неделю